Привет, я София Рожновская, и сейчас ты увидишь новогоднее интервью, которое я взяла у лучших космонавтов 9-го потока ракеты. Привет, расскажи о себе. Меня зовут Женя, я из Краснодара, я госпожа массажист. Я Марина, многодетная мама, мастер маникюра, город Ревда. Меня зовут Катя, я врач-терапевт, дермат-венеролог, косметолог. Мне 29 лет, и я из Воронежа. Меня зовут Смирнова Мария, я мастер депиляции из города Новокузнецка. Меня зовут Лена, я мастер реконструкции волос из города Краснодара, мне 22 года. Меня зовут Галина, мне 31 год, и я из города Волжский. Меня зовут Катя, мне 23 года, я колорист из города Сочи. Меня зовут Таня, мне 26 лет, я мастер-балорист из города Новокузнецка. Меня зовут Екатерина, мне 27 лет, я из города Ижевска, я косметолог. Всем привет, меня зовут Ксюша, я из города Златоуста, мне 29 лет, я мастер перманентного макияжа. Меня зовут Лера, мне 23 года, и я косметолог из Санкт-Петербурга. Меня зовут Данил. А меня зовут Лиля. И мы парикмахерская семья. Меня зовут Настасюшка или просто шоколадка. Мне 27, я из республики Мордовия, город Саранск, шоколати-предприниматель. Меня зовут Дмитрий Ры, я мастер татуировки, перманентного макияжа из Санкт-Петербурга. Я Александра, мне 33 года. Я мастер наращивания ресниц из Москвы. Привет, меня зовут Вероника, и я бровист из Москвы. Меня зовут Карина, я косметолог из Москвы, мне 37 лет. Меня зовут Аня, я из города Санкт-Петербург. Мне 27 лет, и я мастер сахарной депиляции. Меня зовут Амалия, мне 18 лет, я из Санкт-Петербурга, мастер-бровист. Меня зовут Ольга, мне 25 лет, я занимаюсь депиляцией, уже 6 лет, из города Иркутска. Как ты узнала о ракете и почему решила записаться? Моя подруга пошла на этот проект, я увидела ее успехи и тоже захотела. О ракете узнала через Инстаграм, полгода наблюдала и решила записаться. Целых полгода моя родственница пускала слюни по этому проекту, и однажды она сказала об этом мне, и в тот же день я купила билет, собственно, на ракету. Мне попался таргетированная реклама с вебинаром, и я решила его посетить, и, собственно, после этого никаких сомнений не осталось, и я пошла на ракету. Пару лет назад моя подруга проходила четвертый или пятый поток, и мне очень понравились результаты, и я начала узнавать об этом. Узнала через рекламу в Инстаграме о вебинаре. Прослушав вебинар, я поняла, что мне нужна ракета. Я увидела рекламу Сони, где она как раз давила на боль, и не знаешь, как продвигаться, не знаешь, как зарабатывать много, переходи, и все узнаешь. В карантин участвовала в марафоне бьюти на спорте, наблюдала за Сони, за результатами космонавтов, решила стать успешной и богатой, как они, пошла на ракету. О ракете я узнала благодаря таргетированной рекламе в Инстаграм, перешла по ссылочке, вот так вот они узнала. Про ракету мне рассказала моя подруга, она сказала, давай быстрее, это то, что нам нужно, мы срочно должны туда пойти. Мне посоветовала девушка, тоже бьюти-мастер, и поэтому по рекомендации решила записаться. Мы узнали из Инстаграма, очень давно наблюдали за проектами. Но решились вот именно сейчас. Однажды утром я проснулась и поняла, что вот сейчас. Оплатили и все. Величайшее, наверное, изобретение Инстаграма – это таргет, ну и, конечно, что меня сподвигло это купить, потому что та ситуация, в которую я присела. О ракете я узнал через таргет, потом пошел на интуитивный таргет, ну, через рекламу, ну, через вебинары, которые TripFire, вот, и потом пошел на восьмой поток, потом на девятый. Ой, вы знаете, это моя, в общем, одна подруга долго-долго мне говорила о том, что обязательно пройди ракету. Ну, я ее прошла. Узнала я давно, года два назад. Мне пришла реклама через таргет. Записалась я, потому что прочитала, наверное, все посты, которые были за один день, и сразу решила взять себе пакет «Стандарт» сначала. Я узнала о ракете, увидев рекламный баннер в интернете, потом мнение коллег, и я купила курс. Я увидела ракету в таргете, и вначале я вообще не поняла, что это такое, и почему за это должны платить такие большие деньги, зачем она вообще нужна, я и так зарабатываю на тот момент 46 тысяч рублей чистыми, и мне вообще, в принципе, я не понимала, зачем мне она нужна. А потом я прочитала отзывы, я посмотрела вебинары Сони, я поняла, что 46 тысяч – это, оказывается, не предел, что можно получать больше, что можно жить совершенно по-другому, и тогда я купила билет на ракету. Ой, я вообще узнала у какой-то девочки, когда она меня тоже попросила сделать репост, а потом сама стала мастером и подумала, что это судьба. На меня сработала Сонина реклама, я изучила ее профиль, посмотрела, что она тоже в прошлом мастер депиляции, меня это очень зацепило, и я записалась на курс. Какие у тебя были сомнения перед покупкой курса? Сомнения было в том, что мне необходимо было быть публичной личностью, когда проходишь проект ракета. Для меня это сложно. У меня очень маленький город, и я сомневалась, что у меня сработают такие инструменты, которые дает Соня. Вообще никаких сомнений не было, я знала, что все сработает. Сомнений никаких не осталось после просмотра вебинара. Я боялась, что это не сработает, и я просто потрачу деньги на ветер. Сомневалась, что у меня не получится, потому что у нас маленький город, и очень много конкуренции, и у них очень много подписчиков, и крупные клиники, куда я со своими 200 тысячами, с двумя тысячами подписчиков вообще лезу. Очень боялась, что не смогу. Сомнений не было, единственное, чего я боялась, это не успеть, потому что двое детей, и боялась, что я просто не буду ничего успевать. Сомнения только в деньгах. Нужно научиться вкладывать в себя и в свое развитие. У меня были сомнения, потому что я на тот момент была немножко в себе неуверена, и я боялась, что это мне не поможет. У нас маленький город, и я боялась, что у нас это не сработает. Никаких, это была моя последняя надежда. У нас прям полный набор. Мало того, что мы открывали вторую студию с нуля вообще в неизвестном городе. Да, в неизвестном городе, она была прям с нуля. У нас маленький двухкотовалый ребенок, у нас прям полноценный есть набор. Но несмотря на это все, мы решились и пошли. Да, в первый день, когда стартовал проект, мы одной рукой просто красили стены, а второй собирали репосты, чтобы ничего не пропустить. Потому что по-другому нельзя было никак. На самом деле, сомнений, вот так скажу, никаких не было, так как у меня, в принципе, специфическая ниша, я все-таки занимаюсь шоколадом, шоколадными подарками, было сомнение одно. На тот момент, когда я решила, что я пойду на ракету, у меня не было финансов. Собственно, я в стори-тейлинге это все рассказала. И в тот момент просто происходит чудо, приходят сообщения, у меня девочка покупает полное обучение в Эскве, и я на ракете. Да, не было, я хотела просто поменьше своей жизни. Да, не было никаких сомнений, сейчас на самом деле СММщики стоят по 20-30 тысяч в месяц, а я теперь лучше, чем СММщик. Если честно, у меня особых сомнений не было, потому что моя жизнь была так себе, и нужны были срочные перемены, и я купила сразу, как только увидела, что скидка сгорит в 23.59, сомнений больше не было. Но сомнений было много, что я не усвою всю информацию, что будет сложно, что я не справлюсь, что мне не хватит времени. Ведь я работаю в пятидневке на основной работе и воспитываю двоих детей. Я очень переживала, что не смогу принимать больше людей, потому что у меня маленький ребенок, 4 годика, и я боялась, что просто я не успею выполнять все инструменты, не успею все это сделать, потому что в своем обычном ритме я не успевала и одной пятой того, что я делала на ракете. Вот на самом деле никаких. Я прям увидела скидку в первый день, и так я все беру. Я пошла сразу на пакет «Хард», поэтому переживала, что не смогу, не хватит сил. Что больше всего понравилось на ракете? То движение, тот заряд, который дает Соня и команда. Открытость и качество донесения информации. Понравилось все, особенно четкость информации, которая поставлялась, и, конечно же, открытость Сони. На ракете понравилась четко изложенная информация и то, как построен курс в целом. Мне понравилось ощущение вот этого командного духа и четко проговоренной какой-то информации, без лишней воды. Не могу выделить что-то определенное, потому что этот проект вообще, мне кажется, единственный в своем роде. Потому что колоссальная поддержка, и даже психолог работал с нами. Ну, это крутой вообще проект. Командная работа, наверное, потому что, когда работаешь один, ты несешь ответственность только за себя. Когда нас много, ты несешь ответственность за всех. Это организация на 100%, подача информации доступна, четко, без лишней воды. Что больше не понравилось на ракете? Мне понравилось то, что София объясняет все доступным языком. Мне понравились живые вебинары с ней. Понравились на ракете живые лекции от Сони. После этого заряда эмоций просто не было вариантов, что ничего не получится. В первую очередь, это, конечно, живые лекции Сони. Это мотивация, постоянно от нее командная работа в полку. И, конечно, любимый куратор. Больше всего понравилась дисциплина. То есть, вот это вот... Жесткие дедлайны. Да, жесткие дедлайны. Ответственность не только за себя, а и за свой полк. Это, наверное, то, что мотивирует больше всего выполнять задания вовремя. Потому что ты отвечаешь не только за себя, а за эти 10 человек, которые с тобой вместе. Понравился четкий алгоритм действий. То есть, не нужно было думать, на самом деле не нужно было включать мозг. Просто сказано – делай все. Больше всего, наверное, понравилась работа с блогерами, с конкурсными механиками и таргетом. Ну, собственно, зачем я пришел. Драйв, бесконечный дедлайн, лекции, домашка. То есть, ты живешь в таком ритме сумасшедшем. Это очень-очень круто, и это больше всего заводит. Мне понравилось, что лекции были живые, что была не запись. Ну и, конечно, личность Сони, ее харизма меня покорила. Мне очень понравилось, что были даны рабочие инструменты, рабочие конструкции постов, репостов, рассылок. И все это позволило мне добиться такого результата. Больше всего понравилось общение, вот эта тусовка, в которую ты попадаешь. То есть, ты уже не один. Вас как будто целая семья, и вы все движетесь, вы все делаете одно большое дело. Вы развиваете себя, раскрываете себя. И мне это понравилось. Я начала двигаться вместе с ними и расти вместе с ними. Я даже не могу сказать, что больше всего, потому что все одинаково. Понравилось проведение прямого эфира, то есть запись в сторис. Ты становишься более раскрепощенной, более уверенной в себе. То есть, уже как-то спокойнее работаешь с публикой. Ну, вот именно это. Какая домашка была самая сложная? Самая сложная домашка, пожалуй, для меня был таргет. Репосты. Я болела. Я болела, сидела дома, как бы на карантине. Мне было сложно, но я сделала. Сложности особо не было в выполнении домашних заданий. Но больше всего, наверное, это таргет. Ну, прям так, чтобы сложно не было, было тяжело. Вот, наверное, репосты все-таки. Мне тяжело было писать посты каждый день. Те самые, прям такое. Это первый сбор репостов после первой лекции. Такой выход из зоны комфорта. Мне было очень сложно. Собрать репосты. Ежедневный постинг. Полторы тысячи символов. Самая сложная домашка – это собрать 200 репостов. Репосты. Конечно же, эти репосты. Эти 200 репостов я ходила по торговому центру, собирала их. Репосты. Для меня прямой эфир. В день эфира у меня тряслись ноги, руки. Я не ела, я не могла вообще соображать. А потом ушла во вкус, мне понравилось. Для меня больше всего, наверное, было сложным общаться с людьми, выходить на контакты о просьбе репостов. То есть, вот это, наверное, было самое сложное. Для меня это был прямой эфир. Ну, внутренние, да, вот эти переживания. Комплексы тоже есть определенные. Очень тяжело потом челюсть свело. Первое. Репосты. Наверное, это самое последнее было, которое было домашнее задание, креативные видео, креативные, там были задания. Вот это было для меня самое сложное. От слова репост у меня уже дергается глаз. Репосты, конечно. Ой, наверное, самое сложное для меня было это собирать репосты, а самое волнительное провести прямой эфир. Это собрать 200 репостов. Я похудела на 3 килограмма. Я ходила по улице в парке, я покупала чупа-чупсы, я просила людей, мне вначале было стыдно, а потом все равно. Самое первое, потому что я тогда не понимала, что мне делать, как просить. Прямой эфир. С какой точкой А вы пришли на проект и какой точки Б достигли? Моя точка А 116 тысяч, моя точка Б 507 тысяч рублей. Точка А примерно 26 тысяч в месяц в среднем, точка Б за 2 недели 58. До ракеты я зарабатывала 25 тысяч рублей, сейчас мой доход 70. Точка А была 17 тысяч рублей, точка Б чуть больше 40 тысяч рублей. Точка А 25 500, точка Б 336 500. Средний доход мой был 42 500, но за ракетой заработала 200 тысяч рублей. И приняли мы за месяц более 200 новых клиентов. Точка А чистыми была 5 тысяч рублей, точка Б от 100. Точка А была 46 тысяч, а на окончании ракеты 94 тысячи. Точка А была у меня 46 тысяч рублей, точка Б 260 тысяч рублей. Моя точка А это 35 тысяч рублей, точка Б 200 тысяч рублей. Точка А у меня было 45 тысяч рублей, точка B 123. 23. Пришли мы с точкой А 84 тысячи рублей. А точка Б 197 тысячи рублей чисто. Ну, с точкой А я пришла нолик, а заработала 136 тысяч и еще минус 10 сантиметров в талии, если что. Точка А была там 45-50 и точка Б 163. Я пришла с точкой А 200 тысяч и ушла почти с полмиллиона. У меня было 85 тысяч А и 179 тысяч Б. Точка А 15 тысяч рублей, точка Б 106 тысяч рублей, плюс 300 подписчиков целевой аудитории и в два раза больше клиентская база выросла. 46 тысяч рублей я пришла чистыми и 183 я заработала за месяц на ракете. 300 рублей, ну, за последний месяц. Вот я заработала точка Б 67. Точка А была 39 тысяч ежемесячного дохода и ушла в пять раз больше 210 тысяч. Какие изменения произошли с вашей личностью на проекте? Я стала намного увереннее в себе и успешнее. Я перестала ныть и стала более открытой. Самое сложное для меня, как для врача, это научиться продавать свои услуги, потому что нас учили быть, так сказать, альтруистами по жизни. Вот, а этот проект как раз научил меня это делать. Я стала более открытой и более смелой. На проекте я стала не просто мастером, я стала человеком со своим мнением, интересами. Я перестала бояться, кому-то не нравится. Я стала настоящей и мой потенциал, он просто раскрылся, я уверена в себе. Я перестала бояться, я начала преподавать, ну, именно у меня страх был в этом. Я все время думала, что да вот, кто-то может лучше, а оказалось, что лучше может мало кто. Мое внутреннее сознание изменилось на 360 градусов. Теперь я точно знаю, что для достижения целей нет никаких преград. Я стала более в себе уверенная, я теперь снимаю живые истории и выхожу в прямой эфир. Я стала более уверенной в себе, более раскрепощенной, более сильной, и теперь я ничего не боюсь. Я выросла очень, как бы очень многого чего в себе открыла. Это первая целеустремленность, то есть иду к цели, несмотря ни на что, сила во мне какая-то такая проснулась. Ну, для меня в первую очередь, то есть я боялся камеры, не то чтобы я прям боялся, я боялся показать себя. И вот я прям очень легко мне это далось, я перешагнул через себя. И сейчас нас, наверное, даже не остановить, мне кажется, нас слишком много в сторисах. Да, помимо того, что это внешние изменения произошли, да, будем говорить открыто, также произошли очень глубокие внутренние процессы. Ушли зажимы, это первый момент. И второй момент, что я стала более уверенной в себе за счет того, что я поверила в себя. Психологически поменялось немножечко в голове, вот, потому что был синдром самозванца, то есть была неуверенность в себе, и когда спустя время ты проходишь в моменте такие вещи, как, ну, вот рассылки, да, работа со заражениями, ты, конечно, себя в чем-то ломаешь. Это действительно было сложно для меня. Я полностью другая. У меня совершенно другие появились цели. Я изменила все. Я в следующем году, наверное, через полгода поставила себе цель 1 миллион рублей зарабатывать в месяц, и я думаю, что после ракеты я этого достигну. На самом деле это самое главное, что происходит на ракете. Я стала смелее, сильнее, увереннее, целеустремленнее. Ну, вы знаете, я считаю, что это проект не просто про бизнес, но также про личностный рост, потому что я поверила в себя, приобрела уверенность в себе, что я интересна людям, и нашла свои фишки, свои преимущества в работе. Я стала более открытой, я перестала бояться снимать сториз. Мне стало не так страшно услышать «нет» от человека, когда мне отказывают. Мне уже стало все равно, когда я пишу предложение о том, чтобы не хотели бы записаться, ну, конечно же, в красивой форме. И когда я получаю отказ, меня это не смущает. Я стала более открытая, я теперь могу спокойно выйти в историю, что-то начать снимать даже на улице, хотя раньше это было для меня чем-то невозможным. Ну, и стала более общительной. Колоссальной на самом деле, то есть я сейчас, в принципе, спокойно сижу, немножко волнуюсь, конечно, но тем не менее. То есть раньше я бы себе так не позволила в открытую общаться перед камерой. Самый главный вопрос. Дай совет будущим космонавтам, как достигать таких же крутых результатов. Просто делайте каждый день, делайте то, что вам говорят, и работайте над собой. Работайте, космонавты. Выполнять все задания только для себя, несмотря ни на что. То есть день-ночь выдавать все по максимуму. Я думаю, что нужно набраться сил, терпения и делать это, в первую очередь, для своего бизнеса, а не для кого-то. Нужно много работать. Просто работать и верить в свое дело. Не бойтесь делать что-то неидеально, потому что идеально сделать невозможно. Это ваши предрассудки. Просто делайте, и это получится хорошо, потому что вы будете стараться. Следуйте инструкциям, которые вам дает Соня, потому что у вас есть четкий план, и просто нужно его придерживаться. Не жалеть себя, поднять свою попу с дивана и действовать. И не думать о том, что скажут другие. Главное не бояться и выполнять то, что тебе говорят. Верьте Соне, ничего не бойтесь и двигайтесь только вперед. И выполняйте обязательно все домашние задания. Выполнять все задания, несмотря ни на что. То есть не откладывать никогда, что потом выполнили, еще что-то. И идти, даже если очень трудно, все равно идти вперед. Брать и делать. Просто заткнись и делай. Да, просто заткнись и делай, садись. У нас, ну, я расскажу нашу историю, у нас был прям забавный случай. Мы заканчиваем домашку в полтретьего ночи где-то, ложимся спать. Лиля говорит, нет, все не так. Встаем, переделываем. Встаем, включаем компьютер и просто все переделываем. Ребят, у нас вообще, наверное, со школы, с детского сада в нас атрофирует чувство ошибок. Да, вот это вот, чтобы мы ошибались. Поэтому, вот, наверное, мой главный совет, не бояться ошибаться. Потому что я человек-косяк, если я ошиблась, я накосячила, я быстро предприняла, что можно сделать, пошла дальше. Не опускать руки, а просто вот идти, когда танк дальше, спокойно. Вот вообще, какая ситуация бы не была, но это уже на себе проверено. Наверное, не бояться, пробовать. Ну, потому что все, кто приходит на проект, они хотят что-то поменять в своей жизни, да, и на начальном этапе кто-то задается очень быстро. Мне кажется, что нужно просто, не задумываясь, просто брать и делать, да, и в конце просто смотреть результат. Ну, и понимать, что ты действительно можешь все. Вот, просто брать, делать и смотреть на результат. Идите на хард. Мне помог пакет хард, честно скажу. Поэтому, девчонки, не бойтесь и мальчишки, делайте сразу домашку, не откладывайте на потом. Внимательно слушать лекции, возможно, не один раз. Сразу выполнять домашние задания, не откладывая на потом. И ничего не бояться. Самое главное, это не думать, сработает ли этот инструмент или нет. Тут за тебя уже все продумала Соня. И нужно просто брать и делать. Делать и выполнять абсолютно все задания. Нужно делать все. И обязательно идти на хард, потому что, если человек знает, что он сам по себе ленивый, ему на стандарте делать нечего. Не переживать, не волноваться, взять себе в руки и просто делать все, что говорит Соня. Через несколько часов ты узнаешь, кто станет прорывом девятого потока и заберет 100 тысяч рублей. Покажи, как ты будешь радоваться, если услышишь свою фамилию. Я думаю, что я буду плакать и всех благодарить. Я тоже буду плакать. Я не могу это предугадать, но, скорее всего, я буду плакать и смеяться одновременно. Мне сложно это сказать, но я думаю, что у меня будет шок. Не знаю. Мне кажется, я буду в шоке. Если кричать можно. Ура! Я не знаю, как я буду радоваться. Наверное, я буду скакать, прыгать, танцевать. Не знаю. Это будет шок. Мне кажется, я войду в мандраж и даже заплачу немножко. Буду кричать, топать, веселиться, орать. Ура! Блин, это, наверное, неописуемые такие эмоции. Это можно испытать только, когда реально это получишь. Конечно, я буду очень рада и не могу пока что этого описать. Лиля более эмоционально я тянет. Еще я буду реветь. Я очень эмоциональная. У меня уже, если честно, все трясется. Наверное, здесь должна быть музыка вот так вот. Аллилуйя! Ну, радости там, конечно, будет. Но это будут, наверное, слезы, сопли какие-нибудь. Вот. Не знаю. Вот. Как-то так. Ой, я буду плакать и делать вот так! Я буду плакать, я не могу это показать, вот, потому что главное, это не та сумма, которую я получу, а то, что такое огромное количество людей выбрало меня и захотело поддержать именно меня, поэтому я, ну, я буду плакать. Я не эмоциональный человек, чтобы так показывать. Я не знаю, просто буду в шоке стоять на сцене и реветь. Не знаю. Вот так как-то. Я буду в шоке. На ракете я помогаю ученикам поверить то, что любой может стать любым. Все зависит от вашей настойчивости и наличия правильных инструментов. И то, и другое вас ждет на ракете. Райела! Райела!